Праздник доблести и силы. В минувшие выходные юные патриоты со всего региона приняли участие в юбилейной 10-й военно-спортивной игре Зорница. По традиции соревнования проходили на территории войсковой части аэродрома Северный. 44 команды из 24 муниципальных образований участвуют в сегодняшней военно-спортивной игре Зорница. Это самая масштабная за все 10 лет проведения игра. Очень приятно видеть, как изменились военно-патриотические клубы, даже внешний вид. Строевая выправка, говорят об этом. В каждой команде по 7 человек. Обязательное условие – единая форма одежды. Участники должны быть собраны, аккуратны и настроены только на победу. Истинные воины – обязательно лидеры. Патриотов проверили на знания приемов самообороны, умение стрелять и ходить строем. На скорость и мастерство в упражнении сборка и разборка автомата Калашникова. Это несложно. Я думаю, что все патриотические клубы готовы к этому. И учитывается время. Потому что эстафеты идут на время. И так как, если навыки есть в сборке и разборке, они будут стараться максимально быстро разобрать его, чтобы пройти следующие этапы. Праздничную зорнисту решили усложнить. К стандартным этапам добавили испытания, углубленно проверяющие военные знания и навыки. Самый сложный и вместе с тем азартный этап проходил в чаще леса. Диверсанты прячутся в лесном массиве. Их нужно обнаружить, ответить на три вопроса теоретических. Если группа проходит мимо, то диверсанты, соответственно, группу уничтожают условно. Воин должен быть не только смелым, но и умным. Теоретические вопросы проверили знания ребят по истории России. А также их осведомленность о войнах, в которых принимала участие армия страны. На вопрос, зачем нужны патриотические игры, каждый участник точно знает ответ. По-моему, они нужны для того, чтобы подготовить юноши к армии сразу, чтобы они знали, что пришли туда и знали, что там их ждет. И для их живого развития, для их лучшего будущего. Наверное, именно из-за этого лучшего будущего каждый год в Зорнице принимают участие все больше ребят. В этот раз их было 300.